здравствуйте дорогие друзья с вами я мороз алексей компания кров монтаж мы с вами в чеховском районе где производим ремонт мансардной кровли здесь дом из клееного бруса изначально он куплен в таком состоянии этому дому кровли порядка восьми лет проблема вечно текущие ендовые здесь четыре ендовые угол наклона очень маленький изначально когда я проводил здесь диагностику планировался вариант минимум ремонт четырех ендовых и оставить кровлю как есть в принципе состояние кровли среднее и простоит она еще столько же если не больше но заказчик принял решение кардинально давайте мы поменяем мои водостоки и цементно-песчаную черепицу на битумную что ж мы это можем здесь люди проживают выполнена отделка посмотрите какое небо наши работы сопровождает майские ливни у нас отработанная технология на этот случай есть укровной материал сразу же вскрытый участок кровли был закрыт так и Демонтируем мы черепицу брас. Франкфургская, стандартная, цементно-песчаная. Есть немножко мох, но если помыть все керхером, привести в порядок, она будет как новенькая. Эта черепица отходит уже моим подписчикам. Приедут, заберут самовывозом, немножко за символическую плату нашим заказчикам. Здесь порядка 300 метров на этой крыше. То есть ты хочешь сказать, что быть подписчиком Крофмонтаж это выгодно? Это полезно и выгодно. Бегу подписываться. Черепицу мы загрузили. Вот я сейчас на машине. Автомобиль МАЗ повезет мне в Белгород. Все, спасибо Крофмонтаж. Мы разобрали часть Крофли. Именно самую проблемную зону, зону Яндовы. Дом из клееного бруса. Перерубы нужно было срезать, утапливать. И вся эта плоскость должна быть утеплена. Вот эта зона тоже могла быть источником мобильного конденсата на Крофли зимой. В этих местах потеря тепла и конденсирование. Все вот эти перерубы, они в потеках. Внутри в помещении были протечки в этих местах. Можете оценить, как сделана гидроизоляция. Все четыре Яндовы в этом доме текли. Застарелый след влаги, воды, клееная балка Яндовы. Хорошо, что она не прогнила. Это очень массивная балка. А сейчас я вам покажу, как нужно делать устройство гидроизоляции в зоне Яндовы. Как раз парень сейчас вырезает вот эти перерубы. Сантиметров 10 будем выдалбливать. Вот это место будем утеплять. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После монтажа гидроизоляции и перед монтажом листов ОСБ обязательно нужно убрать все опилки и строительный мусор из гидроизоляции. Потому что супердиффузионная мембрана – это ключевой момент мансардной круги. Мембрана – это клапан. Он должен дышать, пропускать теплый воздух за пределы кройного пирога и не пускать осадки воды вовнутрь теплоизоляции. Капилляры гидроизоляции должны быть свободны от опилок и прочего мусора. Устройство гидроизоляции в зоне Яндовы. Делается два бруска в основании Яндовы. Все крепления происходят сверху бруска, от верха Яндовой до низа. Обрешетка крепится только поверху бруска. У воды нет никакой возможности проникнуть за пределы гидроизоляции. Если кому любопытно, как монтируется более детально и подробно, у меня есть видео о монтаже гидроизоляции в Яндовой. Я брошу ссылку, смотрите в описании. Даже продолжение кровли на пол делать? Ну да. Прошло ровно полторы недели. Кровельный материал весь старый демонтирован. Доутеплена крыша 50 мм. Практически вся под обрешеткой. Я думаю, еще за 10 дней мы справимся и сдадим объект заказчику. Субтитры сделал DimaTorzok При монтаже битумной черепицы основным подготовительным слоем являются листы ОСП. Нельзя стелить целый лист ОСП, который составляет 3 квадратных метра. Его нужно делить как минимум на две части. А лучше всего смотрите в подробную инструкцию производителя. При монтаже листов ОСП обязательно нужно давать зазор на расширение. Он составляет 4 мм. Листы ОСП обязательно берут себе влагу. Если вы не сделаете зазор, получится непоправимое. Вот оттуда, прям с улицы, буквально через неделю вы увидите все стыки ваших листов. После монтажа листов ОСП мы монтируем подкладочный ковер. В нашем случае это Экстрим. Мой самый любимый ковер, потому что он в меру тонкий, очень эластичный и практически не оставляет складок. Его можно раскатывать как вдоль, так и поперек. Расскажите, а нафиг он нужен? Ну, я особо не люблю философствовать на эту тему. Я всегда руководствуюсь подробной инструкцией производителя. Это не мое дело. Инструкцию и технологию монтажа выдумал не я. Моя задача четко следовать этому. Производители рекомендуют, мы сделали хоть 10 экспертиз завтра сюда придут или технодзор. Нам бояться нечего. Welcome. Это Гонт. Один из пачки. В пачке находится 3 квадратных метра. С одной стороны защитная пленка. При монтаже мастер обязательно ее снимает. И оголяется, так сказать, клейкий слой. И укладывается с определенным алгоритмом. Есть такая выемка. С другой стороны мама-папа. Ошибиться сложно. Но нюансы все-таки есть. Производитель рекомендует при монтаже брать одновременно с 4-5 пачек и миксировать. Размешать цвет. Я был на заводе по производству битоной черепицы. В разные дни с линии выходит, может разниться немножко тональность самого Гонта. Если вы будете брать прям с пачки, укладывать, могут такие немножко пятна издалека, если смотреть, образоваться. Я часто езжу по объектам в качестве технодзора. Я не знаю, как строители постоянно ляпают с монтажом кровли. Тут даже на каждой пачке есть подробная инструкция монтажа всех основных узлов. Сейчас температура буквально свыше 20, где-то 25 градусов. Все лепестки склеились. Под действием ультрафиолета солнце под собственной тяжестью склеились. Это очень хорошо. Это хороший СБС модифицированный битум, очень эластичный. Зимой он не лопается и у него есть многократные свойства перехода через ноль. Выдерживает как и жару, так и холод. Это так называемая знаменитая Яндовая Пинтери. В рулоне находится ровно 10 метров, ни много ни мало. И она раскатывается по всей длине этой Яндовой. Там под плиткой она уже смонтирована. Дополнительная подстраховка ответственной зоны, где собирается снег, скапливается вода. Обязательно нужно ее делать. Монтаж битумной черепицы в зоне Яндовой может быть сделан несколькими способами. Именно здесь на нашем объекте мы делали так называемый способ в подрез. С одного ската заводится плитка сантиметров 40 на другой скат. До следующего ската плитка тоже заводится как бы внахлест. И потом мастера по шнурке ровненько обрезают эту линию. Еще необходимо промазать битумным фиксером, клеем так называемым. 100% гарантия на проптечки в этой зоне. Очень важный момент это вентиляция кровли. У нас есть приток на карнизе кровли, а в коньковой зоне вытяжка должна быть. Вентилируется за счет вот этого бруска, контрабрешетки. Уже сейчас чувствуется здесь такой жар под кровлей. Обязательно здесь нужно обеспечить вентиляцию. На этой кровле мы будем использовать вентиляционный конек. Может острый угол наклона, может быть кровля пологая. И за счет вот этих прорезей идет вентиляция. Как раз и насекомые, и птицы сюда не попадают. И монтируется очень просто. Сверху наклеивается карнизно-коньковыми гантами. Брюки превращаются. И рассчитан четко под размер. Получается обалденно. Готовность этой кровли на данный момент где-то 85%. Осталось буквально пару дней, если нам позволит погода. Примыкание кровли со стенами мы выполняем из металла, который гнем на листогибе под размер. По фронтонам крепится специальная боковая планка с такой кромкой. Край обязательно нужно проклеивать. И делать отступ, отрезать сантиметр-полтора вот этой кромки. В карнизной зоне обязательно устанавливается капельник конденсата. Сверху клеится на него гидролизационная мембрана. Зона вентиляции в карнизе декорируется лентой ПВХ от насекомых, чтобы туда не попадали насекомые. Затем монтируются карнизные крюки. Кромку для водосточной трубы обязательно нужно развальцовывать. Туда будет хорошо скапывать дождевая вода. Вот карнизный узел, здесь он закончен. Осталось только ребятам обрезать кромку, где-то сантиметр. Подшивка снизу сохранилась, а вот эти все боковые элементы из дерева, они уже обветшали. И здесь мы делали им замену. Теперь это прослужит очень долго. Надеюсь, наше видео было полезным для вас. На этом все. С вами был Мороз Алексей. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok